Подзаголовок. Успешное сватовство. Минская община одним этим не удовлетворилась. Равин города Раби Ихели Альперин созвал совещание крупнейших ученых-талмудистов города, на котором было решено послать делегацию из крупнейших ученых в Вильно с поручением посетить молодого Илуя из Сельца и почтить его. Была избрана делегация из трех человек. Одним из членов делегации был Илуй Ищереи, Раби Йосеф Ицхок. Делегация прибыла в Вильно, но Илуя из Сельца там не застала. Будущий виленский Гаон еще не вернулся из своих скитаний. Он «справлял Галут» в кавычках. Делегация ждала долго, но никто не мог сказать, когда он вернется. Не было смысла ждать больше, и делегация вернулась в Минск, не выполнив своего задания. Для Раби Йосефа Ицхока эта неудача была особенно тяжелой, как если бы он чувствовал, что этот Илуй станет в дальнейшем решительным противником пути Баал Шемтова. Сам Раби Йосеф Ицхок, дядя будущего основателя Хаббада, уже проникнулся хасидизмом, хотя это должно было пока оставаться для окружающих тайной. Раби Ихель Альперин и другие великие талмудисты Минска очень уважали Илуйя Ищереи, популярность которого возрастала. Наставником его по хасидизму, скрытно, конечно, был Нистар Раби Мойши Ниссан, один из учеников Баал Шемтова. Благодаря своему авторитету, Раби Йосеф Ицхок был избран от Сморгоньской ешивы, где он проучился несколько лет одним из ее двух делегатов на съезд два до четырех земель, который должен был состояться в Люблине во время предстоявшей ярмарки. Согласие на то, чтобы послать Раби Йосефа Ицхока на этот съезд, было получено как от Раби Ихеля Альперина, так и от наставника Раби Йосефа Ицхока, Нистара Раби Мойши Ниссана. Таким образом, самому Раби Йосефу Ицхоку предстояло выполнить важные поручения также и для Нистаров и хасидов того времени. Когда молодой Илуй Ищереи вернулся со съезда Ваа до четырех земель в Минск, его популярность еще больше возросла. Теперь он проявил себя не только как великий ученый в области Торы и человек высоких достоинств, но также и как общественный деятель. Делегаты на съезд два до четырех земель от самого Минска и ученики Сморгоньской ешивы, товарищи Раби Йосефа Ицхока, которые были сыновьями или зятьями минских евреев, не переставали отзываться о молодом Илуйе с большой похвалой. Это привело к тому, что минский раввин Раби Ехель Альперин, бывший главой слудской ешивы, начал приближать к себе Илуйя Ищереи. Влияние Раби Йосефа Ицхока на общественные дела Минской области росло. Приближалось время очередной ярмарки в Витебске, и Минск избрал Раби Йосефа Ицхока своим представителем на эту ярмарку. В те времена повелось, что во время ярмарок в город съезжались великие талмудисты из ближних и дальних мест, чтобы проводить совещания по важнейшим вопросам еврейской жизни и выносить по ним соответствующие решения. В этом отношении оба города, Минск и Витебск, были как бы близнецами с единственным различием, что Минск находился больше под влиянием воспитанников слудской ешивы, а Витебск – сморгоньской. Вначале Раби Йосеф Ицхок, который был тогда еще не женатым, отказывался ехать в Витебск. Возможно, что он эту поездку считал помехой своей учебе. Но его тайный наставник, Нистор Раби Мойша Ниссан, сообщил ему от имени Бал Шемтова, что ему следует согласиться на эту поездку. В Витебске, передал ему Бал Шемтов, он найдет свою суженую. Когда пришло время ехать в Витебск, Раби Мойша Ниссан передал его Нистору Раби Малкиэлю для сопровождения на ярмарку. Чтобы не раскрыть себя, Раби Малкиэль должен был выдавать себя за слугу Раби Йосефа Ицхока. В действительности, задачей Раби Малкиэля было изучать с Илуем Кабалу по программе, составленной Бал Шемтовом. В Витебске Раби Йосефу Ицхоку устроили очень теплый прием, подобающий Илую, имя которого было известно, к тому же прибывшему к ним в качестве представителя города Минска. Зная, что он холост, начали наперебой предлагать шедухи. Но Илуй все эти сватовства отклонил. Раби Кадиш, в доме которого проживала его племянница двора Лея, зарабатывавшая себе на жизнь шитьем, слышал пил-пул, который Раби Йосеф Ицхок прочитал в Большой Витебской синагоге, и в его голове тут же зародилась мысль, что это был бы подходящий жених для его племянницы-сироты. Но он боялся даже проговориться об этом. Двора Лея происходило, конечно, из очень почтенной семьи, и сама была замечательной девушкой во всех отношениях. Но куда ей, бедной сиротке, до такого Гаона, Раби Йосефа Ицхока, слава которого гремела по всему еврейскому миру? Когда прошло некоторое время, и Раби Кадиш узнал, что Раби Йосеф Ицхок отклонил все сделанные ему предложения, он набрался духа и поговорил об этом со своей женой Фрейдой. И в то же время он все еще не верил, что есть какая-то доля вероятности довести это сватовство до счастливого конца. Ему предлагали невесты с богатейших домов, дочерей ученых и великих общественных деятелей, а он отказался, поделился Раби Кадиш со своей женой. Может ли такое быть, чтобы он согласился жениться на нашей дворе Лея? Фрейда же была того мнения, что все может случиться, ибо сватовство заранее определяется, как известно, свыше. Поэтому как раз может быть, что на небесах было постановлено, что двор Лея станет суженой Илуя. И Фрейда посоветовала мужу послать свата к Раби Йосефу Ицхоку. «Я боюсь делать это», пытался Раби Кадиш отговориться. «Он может ведь отклонить это сватовство, а это обидит двору Лею». Чтобы этого не случилось, Фрейда посоветовала послать сватам кого-нибудь из родственников, человека, который умеет хранить тайну. Таким образом, ничего обидного для двор Леи не случится, даже если Раби Йосефу Ицхок не согласится с предложенным сватовством, это останется в тайне. Раби Кадиш нашел одного родственника, человека положительного, которому можно довериться, и послал его к Раби Йосефу Ицхоку, сватам. Тот рассказал жениху о благородном происхождении двора Леи и о том, что она сирота. Илуй Ищерей сразу же почувствовал, что это, видимо, и есть та нареченная из Витебска, которую имел в виду Баал Шем Тов. В конце концов, это сватовство действительно состоялось. В дни праздника Ханука состоялась помолвка, а в месяце Ниссан сыграли свадьбу. Раби Йосефу Ицхок открыл своей невесте, что его так называемый слуга, Раби Малкиэль, является Нистором, и тот взял на себя задачу ознакомить двору Лею с делом Нисторов. Здорово. Продолжение следует... Продолжение следует...